Латвия Зенес, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Чтобы обеспечить неприкосновенность госграницей и снизить угрозу государственной безопасности в связи с нелегальной миграцией, приостановлена работа контрольно-пропускного пункта с ИЛНН на границе с Беларусью. Работу на латвийско-белорусской границе продолжит единственный контрольно-пропускной пункт Паттернеки. С октября до конца года домохозяйством будут компенсировать 60% от установленной в тарифе Saddle Stakeless фиксированной платы за мощность. Соответствующие поправки к закону одобрены правительством. Общее финансирование на компенсацию составит около 30,5 млн евро. Непростые времена для латвийской индустрии общепитом. Большинство компаний-отрасли 70% имеют налоговую задолженность, а отрасль до сих пор не может оправиться от пандемии. Всеми были заслушаны представители ресторанов. Было решено возобновить обсуждение вопроса о снижении ставки налога на добавленную стоимость на питание. В отрасли при этом отмечают, что снижение ставки НДС не означает, что эта льгота перейдет в цены потребителей. Льготы будут направлены компаниями на обеспечение финансового восстановления и развития. На Дауговполском шоссе А-6 радары контроля средней скорости заработали еще на двух участках – от Кокнаса до Стукманы и от моста через Айвиксты в Клявине с додомом Бандери. Система контроля средней скорости движения в этом году будет внедрена на 16 участках дорог. Подробная карта на сайте lvc.lv. Жители Угорского района недовольны решением Совета общественного транспорта закрыть к концу года железнодорожную остановку Кайбала. Местные называют малое число пассажиров на конкретной станции «Юрундуй» и говорят, что для большинства жителей поселка основным средством передвижения является поезд, потому что автобусное движение как в направлении Реги, так и в сторону Айскрауке редкое и неудобное, сообщает Бестабу. Latvia's Pass рассматривает возможность выхода на рынки соседних стран в сегменте коммерческих перевозок. Также целью компании является увеличение доли рынка коммерческих перевозок в Латвии. В настоящее время оценивается, будет ли Latvia's Pass сотрудничать с кем-либо из игроков соседних стран или войдет на их рынки самостоятельно. План закрытия супермаркетов по воскресеньям пока не получил дальнейшего развития, однако по-прежнему актуален, заявляют в Министерстве земледелия, отмечая, что это вопрос политической воли, решение по которому должен принять Сейм. Новый министр земледелия Арманд Краузе заявил, что многие инициативы предыдущего министра хороши, и, скорее всего, они будут продолжены. Но магазины можно будет закрыть по воскресеньям и праздникам только при поддержке населения. Фасад здания национальной библиотеки или Дворца Света накопил внушительный слой грязи, и это хорошо видно даже издалека. Но средств для мытья крыши не только нет, но и решено вообще их больше не выделять. Как говорит директору департамента экономики Латвийской национальной библиотеки Юрис Гидрис, идея архитектора заключалась в том, чтобы на нержавеющей стали, из которой сделаны элементы крыши, образовалась естественная патина. И то, как замок Света выглядит сейчас немытым, в точности соответствует задумке архитектора. А замена крыши овощного павильона Рижского центрального рынка обойдется более чем в полмиллиона евро. В ходе ремонтных работ будет заменена вся кровля. При благоприятных погодных условиях работа планируется завершить к концу текущего года. Латвия Зинис – независимое русскоязычное издание «Латвии». Ставь лайк и подписывайся на наш канал.